МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу о животных с необычным названием Хочу домой на телеканале Самарагис. Необычным, потому что мы рассказываем о собаках и кошках и других животных, которые были рождены под открытым небом или выброшены нерадивыми владельцами на улицу, и которые хотят домой. Мы рассказываем о счастливых собаках и кошках, не побоюсь сказать, именно так, которым нашли новый дом, и им посчастливилось обрести своего любимого хозяина. Ну, вот такой краткий общий анонс нашей программы для тех, кто смотрит на данный момент нас впервые. А сейчас пару новостей из мира животных. В Санкт-Петербурге прошел фестиваль по пристройству собак, кошек. Это уже традиционный фестиваль, где также знакомят жителей северной столицы с работой приютов и волонтерских организаций. И, кстати, хочу обратить внимание, что в ближайшие выходные, в последние выходные октября в выставочном центре Экспо-Волга в Самаре состоится седьмой фестиваль животных из приютов под названием «Друг человека». На выставке будут представлены более 200 кошек и около 150 собак из самых крупных приютов Самары. Работа в выставке начинается с 10 утра и продлится до 19.00. Следующая новость. Совсем недавно ученые сделали вывод, что собаки могут, оказывается, видеть не только с помощью глаз, но и за счет обоняния или своего носа. Врачи провели магнитно-резонансную томографию нескольким собакам, сопоставив затылочную долю мозга с частями, отвечающими за нюх питомца. По результатам МРТ, они сделали вывод, что затылочная доля собак напрямую связана с их лимбической системой. Что это такое? Ну, наверное, кратко сказать так, что это многофункциональная доля мозга, которая отвечает за очень-очень множество жизненных процессов, начиная от эмоций и заканчивая половым размножением. Это значит, что обоняние зрения животных каким-то образом интегрированы, и по запахам они вполне могут понимать, где что находится. То бишь, собаки хорошо могут ориентироваться, даже если плохо видят. Ну, а сейчас расскажу, что вы сегодня увидите. Это традиционное видео-визитки информации о собаках и кошках, которым нужен срочно свой дом, свой владелец. Добавлю, любимый владелец. Далее вы увидите сюжет о человеке, который осчастливил собаку и кошку новой жизнью. Просто звезды сошлись для собаки и кошки, они стали любимыми животными хорошего человека. И, конечно, гости в студии сегодня их двое. Елена Кузнецова, волонтер, и Валерий Майоров с очень редкой-редкой профессией в наше время и новой по названию ловец. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Ну, и так, Елена, вы у нас уже были в эфире, и сегодня мы вновь вас пригласили. Были, наверное, год назад. Да. Хочу, опять же, спросить, что у вас нового в вашей волонтерской деятельности, над чем вы сейчас работаете, какие собаки у вас? Ну, здравствуйте еще раз. Конечно, собаки у меня также есть. Их, правда, поменьше стало собак, потому что, ну, как помните, на прошлой передаче, когда я была у вас в гостях тоже, обсуждались и, в принципе, сошлись в мнении, что собак стерильных, привитых, можно выпускать опять на волю средообитания свою. В принципе, на этом сошлись. Поэтому были выпущены некоторые собаки. Ну, естественно, согласованы с волонтером, все это было не моя идея, не мое решение было. Выпущены собаки, ну, плачевно. Результат плачевный. Некоторые собаки найдены мертвыми. Скажите, пожалуйста, ваш район, примерно в каком районе вы проживаете или курируете? Какой район? Ну, вот я проживаю в курируемом районе, это Кряж. Ну, собаки последние полгода участились случаи жестокого обращения, убийства собак, отравлений собак. Вот именно Куйбышевский район, Волгарь, Кряж. И поэтому, в принципе, я и здесь нахожусь, чтобы попробовать людям разъяснить, чтобы были повнимательнее, поосторожнее. Ну, хорошо, вот эти собаки, а что произошло конкретно? Ну, вот эта собака, у меня даже паспорт есть, ее, пожалуйста. Я привезла Альма, она у меня прожила около двух лет. С мая месяца она стала на самовыголе у меня все. И вечером она поужинала с другом, с своим рыжиком, и ушли они. Но они где-то у нас в районе постоянно. Это очень добрые собаки. Прямо у меня и видео есть. И многие знают волонтеры, многие знают... На прошлой передаче мы их показывали, эта Альма была. Но она такая, она к людям не очень подходила. Все. И утром я вижу пост в сети, собаки убиты. Ну, убиты я, конечно, не могу так утверждать, нет заключения. Собаки мертвы. Хорошо. Собаки мертвы. И ваши действия какие? Вот в этом случае что надо делать? Ну, что в этом делать? Что я могла сделать? Я хотела сделать, но у меня не получилось. Скорее всего, не было такого опыта. У меня первый раз такое случилось. Конечно, нужно было сразу на место. Нужно было вызвать полицию, представителя власти кого-то. Оформить все это протоколом. А на них, вот на этих собаках, что они были? Какие-то травмы были? Ну, вот на Альме из уха кровь. Скорее всего, это отравление. Когда повторное отравление, кровь идет. А вот Рыжик у него не, как сказать, неправильно, неестественно вывернут на голову. Возможно, просто оттащили... Если собаки не подходят к людям, то каким образом, там, не знаю, можно исправить голову, там, или все? Может, они подрались между собой, там, другая стоя какая-то? Нет, нет, никаких не было больше на них вообще повреждений, потому что, очевидно, я связалась с этой девушкой, я ей дозвонилась, она мне все рассказала, объяснила. Она шла на работу, и собаки лежали. Через час мальчики наши, ну, ребята с улицы, они вот этих собак знают, они гуляют с ними, они играют. Они взяли лопаты, побежали их хоронить. Собак уже не было. То есть, вот они были, да, и вот их нет? Да, их не стало. Поэтому экспертизы не было, и я не могу ни что сказать конкретно. Убиты они, отравлены, умерли сами. Эта территория, она чья-то территория? Подконтрольная, там, муниципальные какие-то службы? Это Волгарь, это парк дружбы. Парк дружбы? Парк дружбы. Это в Волгаре в самом? Да, в Волгаре, да. Было какое-то объявление в округе о том, что, внимание, осторожно разбросали яд или еще что-то? Или это какая-то была, какая-то развианка? Нет, в сети, в сети, в сети пестрят. А в том, что вот, вот, буквально прям, три дня назад у Елены четыре собаки отравлены. Это тоже волонтер, четыре собаки, тоже недалеко это. Они отравлены на территории ее? На территории, на территории, прям, через забор накидали колбасы, напичканные таблетками какими-то. Она вызвала полицию, в полицию ездила, все понятно, что это, да, яд, отравы, все, сначала заявление взяли, но это я не могу утверждать с ее слов, а потом заставили написать отказ. Ну, как заставили, продиктовали, потому что, возможно, собаки сами нашли, а может быть, это не яд, то есть, вот так вот. Мы не имеем опыта, понимаете, в чем дело? Да, мы любим собак, мы знаем, как помочь им, но вот в таких случаях теряемся, и опыта нету такого, чтобы, допустим, да, срочно вызвать полицию, протокол. Я хочу, чтобы люди просто понимали это. Если вы видите труп, да, животного, ну, обратитесь вы в местные органы. Ну, хорошо, а есть ли эти собаки все-таки умеры в результате, там, какой-то действительной инфекции, которая распространяется между собаками? Вы знаете, я давно занимаюсь собаками, если бы Альма была больна, я ее вечером видела, у нее в паспорте все отметки, когда прививки были и как она была, чем обработана. Поэтому я бы ее увидела, я всегда распознаю собаку здоровую или больную. Итак, время, время, время показывают видеозитки о животных, которые хотят домой, которых можно забрать из приюта или от волонтеров. Обращаю внимание, все собаки и кошки проходят наше тестирование. Мы стараемся это делать, чтобы собаки и кошки не были агрессивными. Итак, смотрим. Надеемся, что у этой собаки порода Доберман все же повезет. Просим обратить внимание человека, имеющего опыт содержания подвижных собак с типом высшей нервной деятельности, холерик, каким является этот Доберман по кличке Дрогу. Ему два с половиной года. Его дважды перепродавали из Москвы в Ульяновск, а потом в Самару. В конце концов, он оказался в приюте Лакшми в Самаре и ждет своего хозяина. Ему два с половиной года. Кобель, кастрированный. Готов обучаться. Хорошим будет другом. Очень привязывается к человеку к одному. Очень игривый. И, конечно, есть минусы в характере в плане того, что он не социальный среди своих животных. В плане сородичей это собак. Но это все поправимо благодаря работе кинологов. Мы надеемся, что найдется опытный человек, который заберет Добермана Дрогу домой. С ним нужно просто позаниматься, и он станет вашим лучшим другом. Он привит, приучен к туалету. Звоните по телефону 8-927-206-11-61. Красивая, ярко-рыжая, с серыми водяными полосками кошка. Обратите внимание на нее. Ей срочно нужен свой дом и хороший, ответственный владелец. Попала к волонтеру Ирине с таким же котом, ее братиком, которого удалось сразу определить хорошую семью. Мурке где-то год. Такая она тоже характерная девочка очень. Но очень, кстати, охотница. Вот мы сейчас живем за городом, и Мурка приносит мышей, ловит. То есть она очень классный мышелов. Обратите внимание на Мурку. Ей срочно нужен свой хозяин. По характеру кошка спокойно и хорошо адаптируется и быстро привыкает к новому человеку. Обращаться 8-917-104-46-01. Очень просит забрать из приюта собаку породы Хаски по кличке Харуки. Сейчас ему около двух лет. Однако обращаем внимание, что с этой собакой все же нужно позаниматься на послушание. Собаки породы Хаски могут и очень хорошо слушаться хозяина, если в них немножко вложиться физически, морально и финансово. Походить на занятия, и тогда эти собаки прекрасно ведут себя и слушаются своего владельца. И даже с такими собаками можно гулять без поводка. Обратите внимание на Харуки и позвоните по телефону 8-846-231-4100. Итак, давайте вернемся опять к вопросу. Итак, если вы видите вот такую ситуацию. Были собаки здоровые, и все было с ними хорошо. И наутро вот такая вот ситуация. Это 245-я статья же, что к обращению с животными получается. Да, скорее всего, именно так оно и было. А вот собаки, которые на самовыгуле и которые стерилизованные, им обязательно ставят клипсы? Мы ставим другие немножко метки, отрезан у них кончик уха. Но мы тоже понимаем, что эта собака уже прошла процедуру стерилизации. Повторно ее уже не отлавливаем. А сама по себе клипса, она, к сожалению, не дает 100% гарантии того, что собака стерилизована. Потому что бывали случаи, клипсы есть, а собака продолжает приносить приплод. В частности, волонтеры, всякие кураторы обращают на это внимание, доносят информацию до органов власти, они передают уже ее нам. В таком случае мы ее отлавливаем. И действительно выясняется, что она не была стерилизована. Как так получается, не знаю. Хорошо. Вы вот как по роду своей деятельности отлавливаете, ездите по городам, я так понимаю, по селам, близлежащим к нашему саморскому округу. Да, география большая. Ваши действия, вообще, что за последнее время происходит? Народ как встречает вас? И позитивно, негативно, что происходит? Есть определенные тенденции положительные в плане отношения людей ко всей этой ситуации. Потому что раньше собак, как известно, истребляли. И люди, естественно, негативно настроены к этому. Плохо относятся. Говорят, что вы душегубы и так далее, и так далее. Мы пытаемся всяческими методами донести до них, что этого больше нет. Что жестокое обращение с животными очень сильно карается. Что мы исключительно отлавливаем и стерилизуем, вакцинируем. То есть делаем, по факту, хорошее для животного. Есть люди, которые принимают это, действительно понимают. Они видят результаты нашей работы, что собака была, приехала обратно с клипсой, все в порядке с ней, она живет. Некоторые, кто, может быть, не видел нас до этого, первый раз с нами сталкиваются, все равно какую-то агрессию может проявлять. А бывают ли какие-то стычки с населением? Да, конечно. В первую очередь, опять же, происходит это во многом из-за того, что собак отпускают на самовыгул, что запрещено фактически. И неправильно абсолютно. Люди собак отпускают, они ходят сами, сами едят на помойках, сами там нужду свою справляют. Где нужно за ними, естественно, никто не убирает ничего. Мы отлавливаем подобных собак, и люди, естественно, потом их ищут, говорят, почему вы забрали нашу собаку, на каком основании. И им абсолютно не объяснить, что идет отлов бездомных животных, а собака, которая находится без поводка, без хозяина, рядом фактически является бездомным животным. С ней может произойти все, что угодно. Ее может сбить машина, она точно так же может съесть какую-то отраву. И то, что она попала к нам, это даже лучше для собаки в данной ситуации. А вот, Елена, вы говорите, утверждаете, что собак травят, а какие-то, это что, химическое происхождение? Ну, без названия, конечно, конкретных, либо это синтетическая, как это, синтетика или химическое происхождение этого яда, да, либо это органика. Ну, как, допустим, у мушей. Я поняла вопрос, короче, ваш это, Виталий, вот дословно сейчас скажу, что сказала Елена, когда они были в полиции, там в колбасе были таблетки. Таблетки стоят копейки, а в этих туберкулезных диспансерах их дают бесплатно. Собаки от них погибают в больших дозах. Вот эти таблетки были, забыла название? Ну, название, да, мы не будем сейчас упоминать название. Хорошо, но как-то изъять эти таблетки и отнести на экспертизу? Все было, все хотели, но... Хотели или делали? Ну, как хозяйка, конечно, делала, но... Может быть, все-таки как-то создать единую базу информационную, либо вот опять же эту тему развернуть и среди волонтеров все-таки четко и правильно написать все вот эти четкие действия. Потому что вы же понимаете, что в полиции тоже очень много своих дел и обязанностей. И сейчас, естественно, народа не хватает, и очень много других, как бы, таких дел довольно-таки тоже немаловажных. Я все понимаю, Виталий. Да, конечно, полиции много своих дел сказали. А это разве не их дело? Это ведь тоже... Пусть не... Это жизнь загубленная. Вопрос к вам, Валерий. Вы говорите, вот выпускают хозяева своих собак, они имеют право нарушения. То есть на самый угол. А вы куда собак деваете? У вас есть ангары, у вас есть площадя, вы стерилизуете, прививаете, и потом их где-то содержите? Или вам можно выпускать на волю? Я понял вопрос. По программе ОСВВ, по которой мы работаем, выпуск стерилизованных и вакцинированных собак осуществляется в то же место, где был осуществлен отлов. Значит, до этого хозяин выпустил неправо, а вы выпустили. Вы правы? Я не говорю, что мы правы или неправы. Мы выполняем обязательства. И собака, где была отловлена, там и выпущена, вне зависимости от того, есть у нее фактический хозяин или нет. Вопрос в том, что многие люди не понимают и не знают, что такое самовыгол это раз. И многие люди, насколько мне приходится сталкиваться, они против вообще, чтобы стерилизовали их собаку или кошку, девочку или мальчика, или суку. Получается, что эта же сука, она приносит потом приплод, эти же хозяева якобы, которых эта собака, получается, что они потом не отвечают или этих щенков берут и просто выбрасывают. Потом они попадают ко мне. Я нисколько не защищаю таких хозяев. Я сама сколько бесед проявляю. Можем просто взять листочек и вот на этом листочке напечатать, что есть 245-я статья, уголовный кодекс, и пожалуйста, будьте ответственны и так далее. Может, вот с этого тоже надо начать? Обязательно. Нужно, конечно. Есть такой закон, который почему-то в силу некоторых обстоятельств почему-то не работает. Я другого боюсь, Виталий, если честно. Вот, допустим, у меня вот собака, да, я не утверждаю, что она убит, я не могу так говорить. Прям минуточку, минуточку. Давайте мы время, время наше, время по сценарию. Мы должны посмотреть сюжет. Сюжет о женщине. Зовут ее Людмила Тимофеева, которая спасла собаку и двух кошек от жизни в приюте и забрала их домой. Давайте посмотрим. Можно сказать, звезды сошлись, посчастливилась и оказались в нужное время в нужном месте. Одна собака и две кошки несколько лет назад нашли своего хозяина, а точнее забрала их Людмила Тимофеева. Шла мимо и обратила внимание сначала на одного котенка. Федя необыкновенного окраса, сильно пушистый и очень умный. Выходит с хозяйкой встречать гостей и подходит по команде, когда Людмила зовет его. Феденька. Иди, мой хороший, идем. Федюша, на, иди скорее сюда. Идем, идем. Идем, мой хороший, идем. Помурлыков, однако, надолго не задерживается. Так иногда, если посидит возле ног хозяйки. Не любит позировать и с осторожностью относится к незнакомым людям. Хотя уже через несколько минут проникся к нам доверием и даже позволил себя погладить. Примерно так же себя ведет и кот по кличке Саня. Хотя этот хвостатый экземпляр поосторожнее и далеко не каждому человеку позволит себя погладить. У обоих незавидная юность, уличная, голодная тусовка. Неизвестно, где кошка-мама. Так и попали они в клетку одного из зоомагазинов. Первому уйти в свой дом посчастливил у скоту Феде. Он здесь самый старший. Я просто зашла в зоомагазин, покупала корм для наших собак и кошек. А, у нас кошки тогда, да, жила еще одна британочка старенькая. Сейчас уже умерла. И увидела, что в клетке пристраивают двоих котят. Такие маленькие они, прям худые такие. И мне продавец сказал, что она шла на работу сегодня и нашла под кустом. Дождь, как раз был холодно. Двух котят. Она не смогла пройти мимо, взяла их, посадила вот в клетку и решила пристроить. Ну, тихо-тихо, Федь. Решила просто, кто-то, может быть, возьмет. Вот одного взяла котенка, другого тоже забрали на следующий день, я увидела. Чуть позже появился в семье Тимофеевых и кот Саня. Привередливый, недоверчивый и с характером. Многие повадки перенял от старшего собрата Феди. В их кошачью компанию по доброте Людмилы влился 4 года назад и пес Мэгги. Как так получилось? Просто читала про приют Хати давно в соцсетях. Увидела, что очень много у них собак, которым нужен дом. Конечно, в приюте им не очень хорошо. Решили с мамой, вот мы поехали с мамой, решили с мамой съездить, посмотреть, что же за собаки, может быть, кого-то взять к себе. Потому что у нас тогда была только одна маленькая собака. Мы хотели бы еще, чтобы во дворе был кто-то еще. Приехали, тогда познакомились с руководителем как раз приюта Еленой Борисенко. Она нам рассказала, показала собак. Мэгги. Почему Мэгги? Она была, кстати, в числе любимчиков. Она не сидела там нигде в вольере. Она свободно бегала по приюту, потому что была одна из самых спокойных, добрых, контактных. Ну, и пусть немножко, конечно, боялась, но одна из самых адекватных собак, скажем так, кто там у них тогда жив. Дня три Мэгги привыкала к новому дому. Пряталась, не выходила на зов Людмилы. Но по истечению третьих суток собака стала осваиваться и выходить на контакт с новыми владельцами. А через месяц и совсем стала здесь своей. Четыре года спокойной и счастливой жизни вне стен приюта. Здесь Мэгги дали любовь и ласку, долгие прогулки по лесу в окружении котов. И, наверное, самое главное понимание того, что и у собаки, и у двух котов есть свой дом и свои любимые хозяева. И сейчас Людмила Тимофеева уже может с уверенностью дать рекомендацию – брать или не брать собаку из приюта. Моя рекомендация – не бояться брать собак. Они такие же абсолютно, как другие породистые. Ну да, немножечко пугливые, но в целом это собаки настолько благодарные, как люди. То есть они благодарны, что их взяли, и они, мне кажется, никогда не предадут вообще. Как и кошки. Кошек тоже пристраивают много. Итак, если вы тоже взяли собаку или кошку из приюта или с улицы, напишите нам или позвоните по телефону 8-927-686-0790. И расскажите, как сейчас живет ваш питомец, которого вы забрали из приюта или нашли на улице. Итак, слушаем вас дальше, ваше мнение. Дело в том, что не работает закон, не работает закон, он доведет. Я так вот думаю, я много общаюсь с собачниками, да, с кошатниками много общаюсь, с многим согласна, с многим не согласна. Все, ну люди идут до такой степени, доходят до крайней. Да, мне очень жаль собаку, мне всех собак жалко. Человек, мне жалко людей, да, там, ну они сами себе судьбы шеют, да. А получается, мы им судьи, мы им боги, мы им даем возможность жить или, значит, не даем им этой возможности. Люди просто будут... У нас, хорошо, вы обратились в полицию, вы получили что, отказ или что, по вашему теме? Мне сказали, вы можете написать заявление. Да, меня очень хороший участковый наш, Санислав, он со мной разговаривал, очень культурный. Я понимаю, что он занят, он примет у меня это заявление на пропажу собаки. Дело в том, что то, что труп я не предъявила, экспертизы у меня нету. Я просто человека, как бы, еще так вот загружу какой-то информацией, бестолковой просто информацией. Вот поэтому и есть предложение все-таки как-то более, так сказать, определиться по тем действиям, которые помогут для расследования вот таких происшествий. Я единственное прошу, чтобы представители полиции помогали нам, не мешали, вот кто этим занимается, а нам помогали, а им пусть мешают. У них все равно есть в полиции возможности, есть возможность где-то камеры посмотреть, да у людей поспрашивать. Если, допустим, да, ну, отчаявшийся собаковод, который держит собаку, который там, как говорится, член семьи, да, и она потом погибает, собака, ну, сами искать будем. Да, это та собака, которая содержится в доме. Валерий, у меня к вам вопрос. Какие-то новые способы по отлову вы рассматриваете или сами работаете, или все по старинке с тачком бегаете? Ну, это вопрос отлова бездомных животных, он очень давно существует, и за это время много всяких разных методов было перепробовано. Поэтому мы пользуемся теми методами, которые дают результат, и которые являются гуманными. Сколько вы собак отлавливаете за одну смену свою рабочую, или, ну, какой-то норматив есть, или вы, как это все происходит? Как повезет. Иногда, когда хорошая погода, когда определенные обстоятельства складываются, можно поймать много собак, и 10, и 15 можно поймать. Иногда, когда идет дождь, например, собак на улице нет, соответственно, и лов особо не идет. Последнее. Вот то происшествие, которое произошло в районе, в одном из районов нашей области, прям очень быстро, коротко, что произошло? Пытались поймать собаку, поймали ее, и выбежали якобы хозяева. Попытались у нас эту собаку отнять. Мы попробовали с ними как-то мирно уладить этот вопрос, сказать, что сейчас подъедет администрация, потому что мы же работаем с администрацией в том числе. Ни в какую на контакт они не шли, начали руки распускать. Ну, вот в итоге получился такой конфликт. Но сейчас этот конфликт как-то разрешается? На данный момент он, я так понимаю, в стадии расследования. Определения статуса. Наверное. Понятно. Ну, и опять же, прям коротко, прям по 30 секунд. Что нужно сделать для того, чтобы все-таки избавиться от таких, или чтобы не было у нас, во-первых, бродячих собак много, потому что даже те собаки, которые стерилизованы, они выходят на общественное пространство, и они то же самое взбивают суставы и проявляют агрессию, да? Ну, я думаю, что все-таки вот не просто на улице нужно, Валерия, собак ловить. Вот по заброшкам, то, что на улице собака бегает, она, скорее всего, уже была в отлове, все. Я согласен. По заброшкам, по дачам. Они прячутся, они стали бояться людей, понимаете, в чем дело. Как можно, допустим, вот да, я знаю, там где-то вот бегает стайка из них, две суки, которые нужно их... Что делать? Коротко. Куда позвонить и как быстро вы приедете? В ХАТе, можно на сайте посмотреть. Сейчас мы на данный момент работаем по городу, единственное, не знаю насчет Куйбышевского района, но можно звонить в администрацию, во-первых, им оставлять заявку, в первую очередь. Можно через нас как-то попробовать это сделать, если ситуация критическая. Спасибо большое. К сожалению, ну вот такая была интересная и довольно-таки горячая беседа. Приходится заканчивать время эфира, подходит к финалу. И хочу напомнить, на студии были Валерий Майоров, человек редкой профессии, ловец, приютных хатей, волонтер, защитник Елена Кузнецова. И также обращаю внимание, что вся информация по видеовизиткам будет размещена на сайте телеканала «Самарагиз» и будут отдельно транслироваться в эфирной сетке. И если вы хотите взять собаку или кошку домой, звоните по указанным телефонам в конце каждого видеоблока. До свидания. Всего вам доброго.